Субтитры делал DimaTorzok Well, you can't tell by the way I used my walk, I'm a woman's man No time to tell Иди убирай своё угольное с крыса Иди убирай своё угольное с крыса Йоу, чё как, с вами Бейкон и... Наконец-то это жаркое лето кончилось, да, пацаны? Да? И вот, новый учебный год начался, а это значит, что только сейчас и только сегодня я расскажу вам несколько школьных историй Как я прогуливал? В школе я нередко прогуливал уроки, потому что просыпаться по утрам всегда было проблемой для меня Когда я учился в первую смену, то иногда я просыпался где-то в 10-11 часов утра и успевал только на половину уроков Но даже когда я стал учиться во вторую смену, вот как вы думаете, успевал ли я на занятия? Нет Иногда получалось, что я просыпался к 2-3 дня и приходил такой, шёл по лестнице Доброе утро, учитель Ты ещё дурень? Блин, до меня даже вызывали на педсовет Нет, последней каплей моих прогулов была, когда я с другом прогулял урок, чтобы сходить в магазин Пошли в магазин? Но у нас ещё два урока Пошли в магазин? Пошли И на улице мы попались к директору Эй, вы куда? Стой, тихо, она нас не заметит Мы не прогуливаем! Кстати говоря, бренд Святой Источник запустил анимационную кампанию, чтобы рассказать и показать вам то, насколько плохо игнорировать поддержание водного баланса в организме В создании роликов принимала участие Ника Вудвуд, известный блогер и художник, также известная под псевдонимом Никсель Пиксель Именно она иллюстрировала ролик «Грустный финал обезвоживания» Полную версию видео можно посмотреть на канале Святого Источника по ссылке в описании Сборник мультфильмов наглядно демонстрирует то, какое негативное влияние на организм оказывает обезвоживание И насколько полезно и важно ежедневно пить воду Так что следите за собой и своим здоровьем, ребята Учебное время На самом же деле я любил школу, потому что в ней было банально весело Помимо общения с одноклассниками, я оставался на дополнительные кружки и у нас нередко проводились конкурсы талантов Это когда все дети выходили, пели, танцевали и стишки рассказывали, но... Как-то одна девочка вышла и засунула кулак себе в рот Вот, и её маму потом в школу вызвали Деньги на булочки Знаете, в будущем я мог бы стать депутатом, потому что Карменные деньги на чай с булочкой в столовой — это величайшее отмывание денег в моей жизни Мне-то деньги на еду давали, а я машины себе покупал Игрушечные, ясное дело, но эй! Домашняя работа Где-то начиная с 7 класса я перестал делать домашние задания Потому что домашка для неудачников Блин, может поэтому я сейчас в колледже? И когда настал день контрольной работы Господи, пожалуйста, только не сегодня Чувак, ну контрольная уже на доске Хе-хе-хе И когда учитель отошла на пару минуток из класса В класс забегает опоздавший мальчик Который по совместительству всегда вытирает доску перед началом каждого урока Чтобы таким образом подмазываться к учителям Но вы же понимаете, что он все стер, да? И знаете, тупо 24 человека наблюдают за тем, как один стирает всю контрольную работу с доски Вот нам вроде бы хочется сказать ему, чтобы он этого не делал, но ему никто ничего не говорит Так или иначе, несмотря на то, что я был не лучшим учеником В конце концов, я сдал все экзамены на хорошую отметку И у меня достойный аттестат Ну и сейчас одна из специальностей, на которой я учусь Это учитель информатики Мораль в том, что твое образование никому не нужно, кроме тебя самого И чем раньше ты осознаешь это, тем лучше Ну а как учиться и какое образование получать Это личное дело каждого Я вам тут не советчик Вот в принципе и все А нет, не все Я на Игромир еду Буду там с 4 по 7 октября в Москве Крокус Экспо Мы даже сможем там увидеться Угу Только-то это В моих соцсетях-то не забыть посмотреть, как я выгляжу Ок? Ну и как всегда с вами был Бейкон Всем пока! Блин с беконом Я пеку с беконом Блин с беконом Обязательно с беконом Блин с беконом Вот так я делаю Блин с беконом Ааааааааааа